Ребят, всем привет! В эфире канал Парни из СКАН. Совсем недавно я вернулся из отпуска, на лбу еще остались остатки горного загара. Был на Домбайе, был в Волгограде у Максима, встречался с родственниками, друзьями. Провел время очень интересно, познавательно и продуктивно. Мы сняли несколько новых выпусков и совсем скоро вы их на канале увидите. А возможно и отчет о домбайских наших каникулах. Ребят, посмотрите, что мы. Где мы? Это Домбай. Это Юля, поправляющая носок. Это Диман, который готовит квадрокоптер к вылету. И на нашем канале на ютубе мы скоро увидим потрясное видео о горах Домбая. Такие вот дела. Ну а сегодня на канале будет очень интересный и познавательный выпуск о том, как укладывать плитку на первый ряд ванных, когда вы занимаетесь стенами. Видео действительно важное и для канала и, возможно, для многих наших зрителей нужное. И не зря в обоих голосованиях, что на канале, что в нашей группе ВКонтакте, она тоже есть, это видео победило. В видео будет очень много, казалось бы, маленьких, незначительных моментов. Но их надо обязательно учитывать при укладке плитки на стены. Ведь от того, как вы положите первый ряд, будет зависеть вся укладка ванной. И да, укладку можно осуществить первого ряда двумя способами. То есть по ванне, то есть мы устанавливаем саму ванну и уже по ней выкладываем плитку. Или от пола. Именно этот второй способ Максим вам сегодня покажет. Единственное, я хочу сразу извиниться за один дубль, который, скажем так, получился смазанным из-за того, что плиточный клей попал на камеру. Но Максим снимал один, в общем-то, старался. И ему, я думаю, в этом случае простительно. Картинка, конечно, немножко будет пострадавшая. Но от этого она не станет менее информативной. Так что давайте, ребята, смотреть. Народ, всем привет! С вами снова я. Как вы видите, мы продолжаем ремонт на нашем объекте. Мы находимся в ванной комнате. И сегодня пройдет разговор о плитке. Я вам покажу, как начинать ее класть на стену. С чего, откуда, как, зачем. И будет много всяких нюансов, которые я вам подробно расскажу и покажу. Одну стеночку я уже выложил. Будем класть стенку с нуля. Заодно покажу вам стык двух плиток, как делать. Что еще могу сказать. Какие-то подробности по поводу разметки и другие, возможно, не покажу. У нас уже есть видео на эту тему. Но, уверен, видео будет интересно. Выпуск будет довольно-таки долгим. Но, я думаю, стоит его посмотреть до конца, будет еще много интересного. В общем, давайте начнем. И начнем мы с объяснения, как же разметить стены под плитку. Как это делаем мы, парни с камнем. Хочу сразу сказать вам, что существует много мастеров, все плиточники разные. Кто-то делает так, кто-то делает по-другому. То есть, некоторые начинают класть плитку с пола. То есть, выкладывают сначала напольную плитку, потом уже стеновую. Кто-то делает стеновую, но начинает опять-таки с пола и типа, с первого ряда. И дальше выкладывает. Мы же делаем по-другому. Мы лазерным уровнем по всему периметру стен отбиваем линию. Вот видите, линия. Пола должна из нее видеть, что стена лежит не на полу, а теперь, вряд ли, с пустой. То есть, со второго ряда мы начинаем. Вот она, линия пошла. То есть, лазерным уровнем мы отбиваем по периметру линию. И причем так, чтобы, смотрите, вот наша плитка. Если мы ставим на пол, то, видите, между линией и плиткой, есть расстояние. Это расстояние как раз берется для шва, для толщины напольной плитки и толщины, собственно, клея под напольную плитку. Как бы так лучше делать. Почему? Потому что, если вдруг у вас какие-то проблемы с полами, то есть, там, скакнули вы или неровно их там выложили и так далее, у вас всегда будет возможность нижний ряд, там, болварочкой или металлезом, чуть подпилить, чуть плитку сократить. И тем самым, то есть, ну, нивелировать эту разницу. Ой, как удобно! Мы делаем именно так. Как бы показывать практику, так очень получается здорово. Плюс, как видите, можно обмазать гидрозоляцией заранее, можно там потом. То есть, ну, довольно-таки есть свои плюсы. Все их, может, я сейчас не вспомню, но главный плюс это вот именно внилирование уровня полов и стены. Дальше сразу же сказать, спрашивают нас часто, ребят, можно ли класть плитку на шестукатруку гипсовые? Можно. И, ну, не то, что там нужно, но мы делаем это уже далеко не первый, там, не нацатый раз. Главное, ребят, что сделать? Главное ее загрунтовать грунтовкой глубокого преликновения. Причем загрунтовать желательно 2-3 раза, то есть, не поленитесь. Впитывающие свойства у гипса большие, поэтому лучше ее грунтуйте, грунтуйте, грунтуйте. И оторвать плитку от гипсовой стены очень-очень сложно. Это я вам говорю точно. В общем, праздник мы брали, линии у нас есть. Мы берем профиль 20 на 28, можно там профиль 27 на 60. И, смотрите, по этой линии прибиваем профиль к стене. То есть, чтобы наш второй ряд пошел именно под профиль. То есть, плитка ползти не будет, линия будет идеально ровная, четкая, по всему периметру уже заданная. Итак, первый этап. Проливаем профиль к стене. Я буду использовать шуруповерт и саморезы, потому что стенку у меня штукатурная, здесь слой довольно-таки большой, держаться будет хорошо. Главное, смотрите, ребят, у нас здесь проходят трубы, и когда будете крепить профиль, не раскиньте трубы. В принципе, логично. Это будет очень-очень печально. Проверяем, держит он великолепно. Все, следующий этап. Начинаем класть плитку. Опять же скажу, что, скорее всего, для каждой ванны, для каждой стены есть специальная расплавка и в магазинах делают. То есть, какая будет темная, светлая, декор там и так далее. То есть, это уже сугубо индивидуально. Поэтому, ну, не забывайте об этом. Я вот начну именно прессать от декоративной этой плитки. То есть, не от угла, я начну от середины. У меня влитерение есть. Я уже сдал заранее. То есть, это у меня будет граница двух разных плиток. Хотя, если, допустим, у вас начинается без всяких геморрой, как у меня, то можно через угла. Так даже будет легче. Но, у меня немножечко ситуация другая. Но, все равно угол, как его делать, как его стыковать, я вам покажу, объясню. Теперь хочу заценить внимание на крестиках. То есть, вот крестики. Бывают они полтора миллиметра, два, два с половиной, три и так далее. То есть, даже там меньше. Использовать листики мы рекомендуем, все-таки, ну, не меньше двойки. Почему не меньше двойки? Нет, хотя, конечно, с эстетической точки зрения, чем меньше шов, тем, ну, будет красивее. Но, поверьте, ребят, плитка, плитка, изготовители плитки такую делают плитку, что, ну, разница в геометрии между плиткой достигает, ну, полтора миллиметра. То есть, представляете, да? Одна плитка больше другой на полтора сантимиллиметра. Поэтому, как бы, чем меньше крестики, тем будет меньше вариантов сыграть на это. Также мы используем, обязательно используем клинушки такие вот. Клинушки, они бывают разные, большие и маленькие. Это тоже для варирования швов. Сейчас вам наглядно покажу плитку покрупнее, и вы увидите, что, на самом деле, она бывает разной. Итак, смотрите, внимательно, ребят, я поставил плитку на профиль, то есть, она стоит ровненько, четко. Декор, темная и светлая. Теперь покажу вам поближе. Смотрите, просто вопиющий декор больше, чем темная, ну, практически на 2 миллиметра. Идем дальше. Белая по отношению к темной больше на миллиметр. То есть, понимаете, я что говорю, поэтому нужно использовать не только крестники, но и клинышки. Просто, ну, по-другому быть не может. Вот такая вот у нас крутая плитка, ребят. И поверьте мне, в 90% случаев, какая бы ни была дорогая итальянская или там, не знаю, испанская плитка, такая жопа будет в 90% случаев. Это жестко. Итак, поехали. Завешали клей, дали ему настояться, и, ребят, обязательно, обязательно дайте им остаться там, не 5 минут, а минут 10-15, потом еще раз вы перемешайте, тогда у нас не будет вставать долгое время. То есть, не будет засыхать, и будет жизнеспособный подольше, и будет эластичность, не будет удобнее работать. я использую гребенку в десятку, можно поменьше, можно побольше, кто-то любит, но десятка такая, скажем так, самая-самая средний вариант гребенки. Ребенка дешевая, господи, 200 рублей, не в этом дело. Итак, поехали. Плитку и шпателем накладываю на нее клей. Клей я размешиваю пожиже, но ведь я так люблю, может быть, кто-то говорит погуще, наоборот, но, опять-таки, слишком густо тоже не рекомендуется, иначе будет трудно плитку усаживать к стене. Берем гребенку, плитку, и таким движением оп, лишнее сняли. Все, как видите, плитка полностью вся в клею. Лишнее можно с пателем подровнять, как бы все. Берем, ложим на профиль, одну руку, пожалуйста, и раз, прибиваете ее. Прибили, сейчас будем ее сразу подравнивать. Прежде чем ее прибивать, там, как бы, руками чуть-чуть убили все. Что я делаю? Как бы, можно использовать уровень, но, зная то, что у нас стена в уровне, в идеальном уровне, я использую проливу, то есть я ставлю его сначала горизонтально, прокладываю в плитки и смотрю, чтобы у меня вот этот зазор, этот зазор, был одинаковый, то есть, не ушла на наклин. Если, допустим, здесь у меня палец почти поладает, а там у меня не поладает даже единиц, я понимаю, что плитка развернута, можно эту сторону подбить, та сторона уйдет. То есть, смотрим, этот горизонт, есть, и также растекает сразу. Смотрим, не уходит он на клик, но чуть уходит. то есть, я беру и низ подстуки, вверх у меня, соответственно, уходит. Подстукиву потихонечку. Еще раз прибираю. Плоскость есть. Чем удобно класть на уже выровненные стены? Тем, что не нужно каждый раз брать уровень, и там с ним бегать, как сумасшедший. Достаточно правило, прижимаем, смотрим плоскость, и как бы все получается. Еще один момент. Почему мажет на плитку клей? Это не допно, не обязательно. То есть, кто-то вымазывает сразу себе под ряд клея ребенка на стену. Якобы, ну, могу и так, и так, как бы, по-разному, но, почему, не знаю, сейчас, чтобы, допустим, меньше пачкать швы. Когда наносишь клей на плитку, ты контролируешь его, этот клей, он не угловаривается, не капает никуда, и, то есть, меньше связняться потом швы. Все, одну плитку положили. Теперь нам нужно быстренько накидать первый ряд и посмотреть, как плитка себя ведет. То есть, где-то положить клинушек, где-то пристучать, где-то их повернуть и так далее. Поехали. Снимаем не лишнее, а где-то не наложили клей, чуть-чуть его добавили. Также сюда. И придавили резким движением. Чуть-чуть и стучали. Кстати, можно не обязательно пользовать в проеме всегда. Ну, конечно, лучше и не просто даже не смотрите. Вот плитка стоит, если на краешек плитки торчит, значит, он должен прибить. Если он далеко утопился относительно предыдущей плитки, значит, его нужно брать, вытянуть, то есть, снять плитку, и клей добавить. Смотрим, сравниваем нормально. Берем крестики и выравниваем листиками. Сначала вертикальный шов. Теперь самое главное. Я же говорил, черная плитка меньше, чем белая. Я беру клиночки, беру клиночки, и под низ, под низ, их подсовываю. То есть, плитку черную чуть приподнимая, выравниваем ее с белой в уровне горизонта. Смотрю, вроде выровнял. все еще раз прикладываю в парил, смогу удара постучать чуть-чуть в плоскость, смотрю, и сразу напихаем в плоскость. Смотрю, все у меня замечательно. Квестик упал, поднимаем квестик, вставляем, все готово. Продолжаем дальше. очень мне, конечно, неудобно одному себе делать и снимать, и объяснять, и выравнивать, но куда деваться. В общем, приплющикинули, еще одна и подрезка. Давай сейчас еще одну кинем, и по поводу подрезки я вам подробно покажу, как ее врезать, как там мерить, и так далее. Давайте пока литку быстренько одну ляпнем. где не хватает клея. Раз я подмазал, и как бы ну, шлепачку с вливом случае, но так они пачкуют сильнее всего. Я вам могу сразу сказать, намного меньше. вот, пожалуйста, плюс того, что клей немножечко отборен пожиже. То есть я могу и руками подбить, и пробилом подбить. То есть он довольно-таки клей живой, играет. Если клей будет густой, то так как я исполнил, хреном подобьете, когда придется, пользуется киянка, лупить или наоборот только колется от этого. Поэтому я делаю клей чуть-чуть пожиже. Девятимое линия стены. Не забываем проверять, смотреть и поправлять вовремя нашу плитку. Крестик. Шо я, так вот пальцем и сделаю неправильно, но я так привык. Итак, подвеска. Сейчас пройдем на паузу, я пока пойду вырежу плиткорезвым, причем как им пользоваться можете посмотреть в нашем канале. Что делать дальше, буду объяснять. Так подвеску сделали, примерили ее сразу, чтобы я здесь был шов и наоборот шов. И смотрите, когда режете плиткорезвым, как бы у вас не был хороший, саму глазурь кулицей и вот видите, если, ну, поближе, не знаю, не очень ровный край у плитки. Я что делаю? Беру наждачку покрупнее и таким макаром чуть-чуть ее подтачиваю. Тем самым глазурь выравниваем и, в принципе, издалека после затирки будет не отключить то, что и, допустим, заводской край или бы вот такой. То есть, вот такая вот удобная фишечка небольшая. Все, выкладываем подрезку. Проверяем после этого еще раз провела плоскость. и будем приступать ко второму ряду. Берем и все четко. Так, вставляем крестики, вставляем крестики, смотрим, тут тоже должен быть крестик. Смотрите, ребят, такой момент. Если в углу вылазит клей, то лучше его сразу почистить, потому что потом, когда будем чистить швы перед затиркой, в углах клея очень трудно вычищать. Поэтому лучше патираку взять клинышек в руки и клинышком клея убрать. Гениально! По возможности. Все, оставляем сюда клинышек, поджимаем плиточку. Первый ряд получился. Если неуверенен, в результате можно сделать вот так. Положить поле, нагнуться и посмотреть. То есть щель между плиткой и провилом между плиткой и провилом должна быть одинаковая. Плитка между собой не пляшет, значит, все у нас получилось. Это первый ряд. Давайте начнем класть второй ряд. Здесь тоже будет то же самое. То есть плитка разная, декор, темная или белая. Будет разница в размерах плитки, как я показывал уже. И будем играть крестиками либо клинышками. То есть линию горизонта, какую я только что показал, ее нужно равнять всегда. И самое главное, смотрите, за тем, швы соседней стенки и швы вашей стенки, которые вы выкладываете, они совпадали. То есть если они совпадают, значит, вы все четко разметили, все четко выложили, все аккуратно и вовремя следили за швами. Если они не совпадают, значит, вы ошиблись. Придется переделать вряд ли, просто грустить, потому что у вас ничего не получилось. Давайте начнем 2 ряда, я еще покажу и напомню вам пару нюансов, а дальше все пойдет как по маслу, по крайней мере, должно быть так. Итак, мы выложили полы и у нас остался наш первый ряд. Я снял профиль, он снимается легко, просто выключил саморезы. и теперь нужно почистить клей, который остался здесь вылез. Это делается он шпателем, скребком, не важно. Аккуратненько не склоните благороди. Я уже почистил, просто покалом это делать. Мы грунтуем перебирать на всякий случай, потому что было много пыли, грязи, поэтому грунтовали, почистили. И самое главное, ребят, расстояние между полом и вторым рядом у нас изменилось, и нам нужно эти последние блюточки подрезать по длине. Я их нарежу, они у меня лежат, в стороночке готовые уже. осталось только их положить на место, так сказать. Просто намазываем клей, как обычно, и самое главное, смотрим плоскость, чтобы они не выпирали, то есть с помощью маленького правила. В принципе, ничего нового, ничего необычного нет. Просто укладываем плитку, как обычно, главное, еще раз говорю, почистить, загрунтовать и, естественно, вырезать их в размер. вот теперь с помощью клинышков подкладываем их под низ и выравниваем шов, чтобы он был не перекошенный, потому что подрезали ему не скляне, а с небольшим запасиком. КОНЕЦКИ 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 вырунули плитку, поставили крестики, ой, крестики, клинушки, вырунули шов, и, в принципе, остальные плитки точно так же все ледят на место. Итак, это был один из способов укладки плитки на первый ряд в ванной. Совсем скоро вы увидите, как укладывать плитку на инсталляцию для унитаза, которую мы совсем недавно собирали, а так же мы с вами разберем, как чистить швы и как их затирать на стенах. Да, у нас есть старое хорошее видео о затирке швов на полах, но о стенах мы не снимали. Так же мы сделаем компиляцию, объединим все выпуски по ванной, то есть по укладке плитки, и сделаем один большой обзорный выпуск. Но это будет еще, я думаю, не скоро. Ну а на сегодня все. С вами были парни из камня. Делайте своими руками, делайте хорошо. Всем пока. Так крич красит караед. Наш убогий караед. Ну хорошая краска. Пойдемте, ребята, вам покажу первую продольную улицы Гагарина. Фактически центр города-героя Волгограда. Ни хрена интересного здесь нету. Ни хрена. Интересного здесь нету. на лбу даже еще остались остатки горного загара. Я надеюсь в одной из следующих наших программ, блин. Какие программы? У нас не программы. Выпуски, наверное, все-таки у нас все-таки да. Программ, блин. Ты уже мне не читаешь уже. Ага, о собственном шоу, шоу на телевидении.